Сегодня 17 марта 2019 года. Марион пришел. Из детской заходе в трапезу. Продолжение следует. Сын и Божий, благослови наши занятия. Господи, сохрани путешествующего брата Константина, верни его здравие душевным телесным, сохранив пути доброго ангела-хранителя. Тебе за все слава, хвала, честь и поклонение, Отец Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Открывайте тетрадочки, а то мы потом забываем, не успеем что-то писать. Пишите число сегодняшнее 17-е, 0-3-е. 17-е, 0-3-е, в свободной форме. Хотите на полях. Тема. Отступи там вместо. Можешь на следующей странице, на чистой начинай. Пишите тема. Тема у нас сегодня будет называться догматик. Сейчас объясню. Дай богу, скажи. Дэ, догматик. Тема, догматик. Вот смотрите. Очень часто, особенно протестанты, обвиняют нас православными, что у нас непонятное богослужение, что мы стоим, не понимаем, что поется, что читается. Отчасти они правы. Почему? Почему они так считают? Почему они говорят? Ферстиня, как ты думаешь? Потому что служба идет на церковнославянском. На церковнославянском. Не просто даже на славянском, а на церковнославянском языке. У нас в храме частично читаются на русском библейские тексты. Чисто библейские тексты, такие как псалтырь. Ветхозаветные чтения называются, запомните название, парими. Можете написать себе парими-ветхозаветнее чтение. Или чтение из Ветхого Завета. Парими. Когда читается из Ветхого Завета. Парими. Чтение из Ветхого Завета. Вот вы дома просматривайте, что пишем, чтобы повторять термины. Их читают, как правило, накануне праздников Великий Ветхий Завет. А все остальное время читается что? Что читается в основном у нас на службе? Какие библейские тексты? Ксения. Новый Завет, если Ветхий Завет. Новый Завет. Что именно? Читается Евангелие и Псалтырь. А, ну это тоже из Ветхого Завета. Псалтырь всегда читается. И еще, кроме Евангелия, что читается из Нового Завета? Послания. Послания. Их называют апостол. Книга называется апостол. То есть читаются апостольские чтения. То есть послания святых апостолов. Диакон должен возвести Павла чтение. Или еще там чье-то. То есть послания апостола Павла, например. Читается у нас в храме на русском. А в других храмах это читается тоже на славянском языке. И тоже непонятно, особенно человек, который впервые пришел на слух. Очень сложно понять, о чем там читается. Еще сложнее понять, когда это поется. И вот у нас, вы же слышите, у нас есть восемь глазов. Что такое глазик, Огнюша? Как думаешь, что такое глазик? Глаз третий. Господи, возвал к тебе, услышим я. Глаз третий. Нет, не глава. Глаз. Песня. Глазы. Вот говорят, восемь глазов. Осьми глазов. То есть восемь глаз. Это мелодии. Виды таких мелодий. Называются глазы. И вот таким глазом запели. Другим глазом запели. Третий глаз. У каждого глаза своя мелодия. И какое-то, если одно и то же, например, песнопение, его можно спеть, например, вот. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веку. Поется восьми глазов, и все друг от друга отличаются. Существуют специальные эти ноты, все это записано, и каждый глаз по-разному звучит. Некоторые очень похожи, но вот специалисты учатся на это, специально регенты. У нас вот нет такого обученного регента. Все самоучки, но как-то пытаемся иногда, не попадаем. Начинаем один глаз, заканчиваем другим глазом. Слышали, наверное, иногда, что-то там у нас запинка такая вот запинаемся, потому что с одного глаза, бывает, слетаем на другой. То есть восемь, восемь глазов. И вот есть так называемая вот сегодняшняя тема догматики. Их всегда поют на литургии. И, к слову сказать, вот существует литургия Василия Великого. В Велике пост она сейчас будет несколько раз. Иоанна Златоуса чаще всего. И эта литургия, это что-то непонятное созданное. Это создавали святые отцы нашей церкви. Создавалось это в первые века христианства. И потом уже существует неизменно. И тот, кто разбирается уже в этом, они видят всю красоту, всю правильность этого богослужения. Но за счет вот славянского языка очень многие моменты непонятные. Действительно, человеку, допустим, если протестант придет и постоит у нас в храме, он скажет, я вообще не помню о чем. Скажет, то ли дело у нас. Пришли, открыли на русском языке у них. Вот у нас здесь стоит песнь Возрождения. Вот где-то есть у них. Открыли песнь Возрождения номер 758. Их спели, там, хвалу Господу ввозали, все понятно. А у нас действительно за счет славянского языка не все понятно. Но красоты и библейские тексты, там просто насыщенно все по Библии сделано. Не из головы взято, все по Библии. И вот так называемые догматики, которые поют... Ты все соска виновата. Приучила. Они догматики как раз так называемым песнопением в богослужении. Для чего они? Они восхваляют Богородицу. Поются они вот всегда говорят, и ныне, глаз той же. И запели догматик. Я сейчас вам его напою. И кто сообразит, о чем это, скажите своими словами. Слышали такой догматик? В червне море, низку собрачные невесты, образ написалася иногда. Там у Моисея разделитель воды. Слышали такой догматик? Ну, какие-то отдельные слова понятны, да? Моисей, разделитель воды, Гавриил, служитель чудесе. А о чем весь этот догматик, смысл? Как в отдельные слова... Ну, то есть отдельный фраз. Море разделитель. Есть Моисей, есть Гавриил, который сотворил какое-то чудо, да? Что-то там служитель чудеса. Израиль. И встречаются слова. А вот в общем сказать достаточно сложно, да? Вот все догматики, запомните, они несут одну и ту же мысль. Их восемь. Восемь глаз и восемь догматиков. Мысль о том, что мы прославляем Богородицу, которая родила Иисуса Христа. Он воплотился через нее от Духа Святого. И идет еще сравнение. Сравнение идет здесь Ветхого и Нового Завета. Пророчества звучат. И что произошло в Новом Завете? Чтобы вы понимали. Богородицу прославляем, родившую нам Христа. Вот смотрите. Сейчас я буду читать прям параллельный перевод одного этого догматика Пятого Глаза. В чермне море. Что такое чермное море? Черное море. Черное море бы они не перешли, но слишком большое. Красное море. Черемное, черное. Вот в славянском языке это говорят червона. Червона, червоный, то есть красный. В Красном море. Дальше. Не искусобрачная невеста, образ написася иногда. Как бы подумали. Не искусобрачная. Что такое? Не искусобрачная. Искус. Искушение какое-то. Не искушение. Не искусобрачное. Брак это свадьба. Да, Грюша? Не вышла завуж. Правильно. То есть не знавшая брака, не познавшая брак. То есть она, вспоминаем из Евангелия. Вот все догматики, все эти тропари, они же все по Библии. Бывает тропарь святому какому-то уже, который жил в каком-то веке. А в основном все по Библии. Ирмосы, там все из Библии. Какой-то сюжет взят. Правильно. Не познавшая брака. То есть не была замужем. Помните? До брака Иосиф узнал, что Мария имеет в очреве и хотел ее отпустить. Помните этот момент? Вот этот момент здесь описан. Не искус, а брачные невесты. Образ написать иногда. Там Моисей разделитель воды. Здесь же Гавриил служитель чудесей. Там Моисей разделил воду, чтобы пройти-то по суху. Помните? А здесь Гавриил служитель чудо. И вот это идет в этом догматике параллель. Что там было черное море. Оно, море, стало сухим. И люди, благодаря Моисею провел, прошли это море. А в Новом Завете, вместо моря, как бы здесь параллель, Богородица, которая не вышла замуж, а забеременела ребеночка. Понятно? То есть море стало сухим, а здесь незамужняя, беременная оказалась. Там Моисей, который возвестил об этом, что сейчас пройдем по морю. А здесь Гавриил. Понятно? То есть идет параллель. Там Моисей разделитель воды, а здесь Гавриил. Помните, Гавриил явился и говорит, что ты родишь сына. И как его наречешь? Все он ей сказал, как будет. А ей было 15 лет. Или даже 14. Богородице. А кому? Вот. Видите, какой интересный, оказывается, догматик. Как идет сравнение море, Богородица, Моисей, Гавриил. Тогда глубину шествовав не мокрено Израиль. Ну, кто скажет? Тарас. Тогда глубину шествова не мокрено Израиль. Как будет по-русски? О чем это? Ну, нет, да? Ну, Тарас думает. Подожди. Говори. Ну, он только захотел сказать. Говори. Не мокрено шествовав. То есть прошли... По-сухому прошли и не намочили обувь. Шествовав, то есть идти. Не мокрено, то есть сухо было, да? Тогда не мокрено шествовав Израиль. Тогда морскую глубину, не омочивши своих ног, прошел израильский народ, евреи. Ныне же Христа родила бессеменна Дева. То есть, а здесь Богородица родила без мужа ребенка, да? Христа. Море по прошествии Израиля прибысь непроходно. Ну, это то же, что после прохода Израиля море стало опять непроходимым. Непроходимым, то есть непроходным. Запомнили? Непроходимым. То есть его уже нельзя. Кинулся фараон и? Пата. Ну, оно стало опять непроходно. Непорочное по Рождестве Иммануилеве прибысь непленно. Кто такая непорочная по Рождестве Иммануилеве? Кто такой Иммануил? Ну, Иисус. Иисус Иммануил, да? По пророчеству. Так. То есть непорочное по Рождению Иммануил, она осталась неповрежденной. То есть она осталась Девой. Мы ей когда молимся, как говорим? Дева Богородица. Дева что означает? Ну, это нашим братом. То есть она так и не вышла замуж. Она девочка, да? Девушка. И она, мы к ней всегда Дева Богородица, Пресвятая Дева Богородица во всех молитвах. Мы подчеркиваем, что она Дева. Сы и прежде сы, являйся, яко человек, Боже помилуй нас. Что такое сы и прежде сы? Нестор молчит у нас сегодня. Нестор, что такое? Сы и прежде сы, помилуй нас. Часто у нас слова сы слышатся. Сущий означает. Сущий. То есть он сущий. Кому мы говорим, помилуй нас? К Богу обращаемся. Он сущий и прежде сы, и прежде он был сущий. То есть он не родился в этот момент, он воплотился в этот момент, но он существовал, Христос, еще до этого воплощения от Девы Богородица. Он и уже был там, на небе, как одно из лиц Святой Троицы. Часто слышите такое слово ипостась. Ипостась, ипостасию, но не ипостасию поется там, или еще в догматиках тоже. Что такое ипостась? Лицо. Вот лицо. У нас Бог в трех ипостасиях, то есть в трех лицах. Бог Отец, Бог Су, Сын, Бог Дух Святой. То есть три лица. Или по-другому, слышитесь на славянском, ипостасии. Три ипостасии, понятно? Первая, вторая, третья ипостась. Запомните, ипостась – это лицо. Некоторые говорят, вот предстал нам в другой ипостасии. Ну, про кого-то, про людей, в другой ипостасии предстал. Значит, что? Изменил себя, то есть с другим лицом человек к нам предстал. То есть мы думали, он такой, а тут он в другом лице своем предстал. То есть лицо. Ипостась – это лицо по-славянски. Вот смотрите, сколько мы сегодня славянских слов, чтобы вам было понятно, служение изучили. Пишите, ипостась – лицо. Мы изучили. Паримия – ветхозаветное чтение. Не пишет у Тараса. Сы – сущий. Вот раз у нас на славянском языке, мы должны понимать это. Ну, думаю, на нашем веку его не отменят, этот церковно-славянский язык, поэтому... Как он такие у нас? Сы – или сы? Потом дальше мы пройдем. Подожди, подготовиться. Ирма сыпается накануне. Сы – сый. Сы – три буквы. Сущий. То есть или существующий. Прежде сый. Ну, прежде вам, наверное, понятно. Что, тоже не пишет? Я же Фросе просила проверить все ручки, чтобы писать. Нет, нет, все вешется. Вот это пишет. Какое еще слово мы не записали? Ну, непроходно-понятно, непроходимое, да? Чермное можете написать. Красное. Очень часто оно тоже встречается. Чермное, то есть красное. Красное. Чермное. Червонаруто. Слышали, может быть, такую песню? Барш червоный. Это борщ красный. Не борщ червоный. Червоный. Красный. Вот. Это догматик. Так, Лера, скажи, догматик – это песнопение. Кому посвящено? Библия? Нет. Ну, то, что… Ну, все, да, здесь по Библии. Мы теперь увидели, что здесь все сюжеты из Библии по Библии. Это не выдумки, это не какие-то там предания, традиции. По Библии создан догматик, сделаны параллели Ветхого Нового Завета. Как будто Ветхий Завет, не как будто, а так и есть. Он был пророчеством к Новому Завету. Весь Ветхий Завет – это подготовка к пришествию Христа. И все, что там происходило, это были знаки пророческие о том, как будет в Новом Завете. Лера, а догматик конкретно, это песнопение, кому, я сам вначале говорила, посвящено? Бог, Богородицы. Богородицы. Он еще по-другому Богородичи называется. Всегда после имени в любых канонах. Вы будете сейчас покаянный канун читать? Прочитали стихи, да? А потом в конце каждого гласа, вот кто читает, вы увидите «Слава Отцу и Сыну» идет. А потом и ныне, и обязательно про Богородицу. После и ныне всегда про Богородицу. В любом каноне, хоть канон Ангелу-Хранителя, хоть покаянный канон, хоть какой-то, после и ныне всегда какое-нибудь обращение идет к Богородице. Или про Богородицу. И вот, который на литургии поется Богородичен, после и ныне, там и ныне глаз той же. И начинают петь, например, восьмым глазом, или пятым. И ныне и пресно там, и во веки веков. И каждый глаз по-разному поется и ныне. И дальше догматик. И он всегда посвящен Богородице. И именно Богородице, как о том, почти всегда один и тот же смысл, что она Дева, что от нее воплотился Бог-человек, и что он существовал до этого. И потом обращение либо к Богородице, либо к Богу, как вот здесь. Боже, помилуй нас в конце. Вот, например, прочитаю второго глаз догматик. Прежде, прежде, сень законная. Я сразу по-русскому прочитаю. Прошла тень закона, когда благодать явилась, ибо как не сгорал терновый куст. Смотрите, опять параллель идет Ветхого Завета. Как не сгорал терновый куст. А терновый куст, ну-ка, кто вспомнит, в какой момент терновый куст? Да, Моисей потерял овечку. Правильно. Ну, Нестор поднял руку, а ты руку не подняла. Нестор, как ты считаешь? То же самое. То же самое, правильно. Терновый куст. Вот как не сгорал и горел терновый куст, купина неопаляемая, да, объятый пламенем, так и ты, Дева, родила, и Девою осталась. Видите, опять взяли здесь сочинитель этого догматика, параллель Ветхого и Нового Завета. Вместо столпа огненного, а столб огненный, где у нас в Библии встречается, опять Нестор первую руку поднял. Так, Рера? Там, где Моисей убегал. Не убегал Моисей, шел народ израильский. Через море. Вообще ввел. Все эти 40 лет. Да, они его догоняли. И ночью он указывал огненным столбом, а днем облачным. Облако шло впереди, показывал, куда идти. Раз, повернуло, они повернули. Стало на месте, они стоят. День стоят, два стоят, год стоят на месте. Не идет стоп, и они не идут. Он ввел их, понимаете, этот столб. И вот в Ветхом Завете столб огненный, а в Новом Завете Солнце правды. С большой буквы Солнце. Это о ком? Иисус Христос. Правильно, Солнце правды называется Иисус Христос. То есть столб и Иисус Христос. Опять параллель, да, Ветхого и Нового Завета. То есть там был столб, который вел народ израильский. Здесь Иисус Христос ведет народ Божий. Уже не только израильский, а всякий, верующий в Него. Мне кажется, столб, это не который их вел, это который, когда они переходили через море, там, на этих... На Египте установили. Ну, Библию. Он и там был. Вот, читай. Столб огненный их вел. Вот эти 40 лет они шли за столбом. В том числе и. В том числе и в этот момент, конечно. Этот момент был как раз в эти 40 лет, произошел этот случай. Вместо столпа огненного воссияло солнце правды, а вместо Моисея Христос, спасение душ наших. Христос, спасение душ наших. Опять, да, примерно тот же самый смысл, как и в догматике пятого гласа. Идет параллель, опять Богородица, осталась Девой, и опять Христос, Моисей. Посмотрите, да? Там Моисей вел народ, здесь Христос. Подобный? Итак, любой догматик, который звучит, идут вот эти две параллели. Запомните, что о чем. Мы можем, в принципе, и остальные разобрать. Ну, мы попробуем еще там к другим. Вот Анна Александровна задала вопрос про Кандак, Ирмас, тоже кратко поясним. Вы многие стоите на клиросе. Вообще литургию можно было бы разобрать, в принципе, из каких частей. Ну да, есть книга «Закон Божий для детей». Вот из него там объяснение идет к богослужению. Когда-то один раз нужно это пройти, чтобы потом всю жизнь это было понятно. Когда Батюшка царские брата открывает? Что это означает? Это все по Библии. Вы знаете, вечером, кто на службе бывает, видели? Тишина, ничего не поется, ничего не читается. И Батюшка выходит, и Кадила машет. Думаете, это что, какой этот момент из Библии, Вера? Да, еще земли не было, и Дух летал. Дух летал, и шло сотворение, сотворение земли, правильно. Вот этот момент... Все молчат. Только одну Кадила. Хорошо, у нас этих бюбенчиков нет. В других храмах. О, как погремушки вот эти вот. Бру-бру-бру-бру-бру. А у нас все равно Кадилы, там же колечки, они чуть-чуть побрякивают. И вот только слышно, как вот эта вот Кадила машет. Это знак означает, оказывается, Дух Божий витал. Над водами, да, по-моему, там над водами. То есть ничего еще нет, идет сотворение мира. Вот все богослужение, оно начинается вечернее от сотворения мира и заканчивается уже пришествием Христа. А в воскресенье идет продолжение богослужения, уже распятие Христа. А нет, и в субботу уже по воскресенье и читается Евангелие, когда Христос воскрес. То есть, слышите, вот все богослужение, это как бы кратко всю Библию проходит. Опять же, по Библии создавали святые отцы церкви нашей, понятно? По Библии. Если все разобрать, будет все понятно. И будет что ответить тем протестантам, которые говорят, что у нас ничего не понятно, что-то там поются и стоят люди и не понимают. А надо понимать. Это наши... А чтобы понимать, надо изучать. А чтобы понимать, надо читать и надо изучить один раз. А потом уже будете стоять, и вам все будет понятно. Ход службы. Роберт, закрывай, когда позеваешь. Тоже позевай. Вот этот стих вам выучить надо. Из Псалма. Есть даже песня на этот стих. Запишите стих Псалом 132, стих номер один. А сам стих вы пишите дома. 132. Оставьте место, дома запишите. Или здесь, если еще есть. И вот такой стих читает у нас Тарас. Он прям напротив сидит. Как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. Псалом 132. Как хорошо и как приятно жить, братья, вместе. Вместе надо быть. Не порознь. Порознь очень тяжело спасаться. Очень трудно спасаться. Только такие великие подвижники Божьи уходили, по одному там жили. И то, какие искушения. И грехопадения были. Потому что там искушения поддержать-то некому. Вместе помолиться. Вместе бороться с этими искушениями. А вместе, братьям, жить очень хорошо. И хорошо, и приятно. Все, дома выучить, уже петь начнем. Пойдемте. И повторяйте. Вот это, что мы выписываем. Основные моменты. Открывайте и читайте. Платочки с собой пришли с собой. Благодарите. Благодарим Господа. Господи, благодарю Тебя, что Ты способен нас позаниматься, собраться. Помоги, чтобы все это пошло нам на пользу. Сохранилось в нашей памяти. Сохрани наших детей по милости. Даруем крепкой веры. Чтобы не по нашим только словам. А чтобы по своему собственному сердечному расположению они веровали в Тебя, Господи. И шли за Тобой. И были все вместе. И братья, и сестры. Чтобы жили все вместе. Чтобы было все хорошо. Слава Тебе за все во веки веков. Аминь. Под братьями подразумеваются и братья, и сестры. Понятно? Ну, говорится, братья. Все пошли в храм. Ручки все забирайте. Давайте. Сейчас вот свет погасит. Одна же остальность. Потом нарисуем. Помолимся. А потом придем. Вот помолимся. А потом дорисуем. Я буду поздно создание наше. Аминь. 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 И ныне, пресно и во веки веками, Единородный, сидит в слове Божьей бессмертенцы, Изволил и спасение нашего ради. Воплотитесь, святые Богородицы, преснотевы Мари, Непреложного человечеса, Расплеси же, Христе Божий, смертенцы поправы, Единородный, святые Троицы, Справославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас, спаси нас. Господи Иисусе Христе, Суне Божий, помилуй нас. Аминь. Господи, Твоим помяни нас, Господи, Ем да приедеши во Царстве Твое, Блаженни, миличие Духом, Якотень, Исторство Небесное, Блаженник, плачущий, Якоти, утешатся, Блаженник, Родцы, Якоти, наслетят в землю, Блаженни, обчущие, жаждущие правды, Якоти, насытятся, Блаженни, милостиви, Якоти, помилований будут, Блаженни, чистые сердцем, Якоти, Бога узрят, Блаженни, миротворцы, Якоти, сынови Божии, нарекутся, Блаженни, милостиви, Блаженни, гнон неправды ради, Якоти, петцовство небесное, Блаженни, стигна поносит вам, И женут и лекутся, Зол благовно вылужущими не ради. Радуйтесь и веселитесь, Яковс, да ваша нога на небесе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Идите, поклонимся и приходим ко Христу. Иисусе Христе, Сыне Божий, воскресе из мертвых поющие Ти. Аллилуйя! Аминь, я запечатанная от Иудей, и ой, я в стрепущем и чистое тело Твое. Воскресе, Сыне Божий, спаси, Даруя мира и жизнь всему ради. Силы небесные, вопия, хоть и жизнь на даче. Слава воскресенье Твоему Христе, Слава Церкви Твоему, Слава смотренье Твоему, Идите человека любви. Слава Церкви